Наша команда состоит из двух людей. Максим Бойко занимал место главного разработчика Этихнаря, я же занимал место главного геймдизайнера. Точка назначения ульяновского экипажа Солярис. Имея в распоряжении всего три дня, капитан корабля и главный инженер замахнулись ни много ни мало на одно из самых таинственных и, пожалуй, самое часто экранизируемое произведение Станислава Лема. Задача на Хакатоне стояла именно раскрыть сюжет или какую-то особенность данной литературного произведения. Как говорят сами судьи, им очень сильно понравился сюжет и выбранное произведение, потому что было взято, оно реально довольно серьезное и оно даже не по каждому по силу просто прочитать, хотя оно очень интересное. Выбор культового романа покорил не только жюри. Конечный продукт собрал зрительские симпатии. Итог состязаний – призовое третье место. Вдохновлялась же команда не только первоисточником, но и не менее культовой экранизацией Андрея Тарковского, хотя игру можно считать приквелом к сюжету. Главное действующее лицо здесь – снаут, ученый, столкнувшийся с аномалиями, посылаемыми на станцию разумным океаном. Пришлось относиться с опаской именно из-за того, что у самого Кахетона были определенные правила, ограничивающие цензурой, нельзя было некоторые сцены подобавлять. И если мы хотели попробовать добавить персонажа Афродиту из оригинальной книги, то, естественно, мы ее в первозданном виде не могли создать в игре, поэтому пришлось как-то выкручиваться, и мы сделали просто темного слона. Сюжет линейный обязательно приведет к началу оригинального произведения, но у игрока в процессе все-таки есть выбор. Взаимодействуя с гостями, можно выбирать реплики. Нужно вникать, читать сюжет для того, чтобы пройти и продвинуться дальше. Вот, например. Как раз, как к нему обратиться, кажется, он или она назвался, и как раз нужно было вспомнить. Назвался. То ли Ацатит, то ли госпожа, или просто слон. Ну, мы пойдем по... Добрые вещи. Ну, да, хорошо. И не будем добить слону. Да. Как раз спрашивают, да, да. Несмотря на то, что разработчики стремились бережно воссоздать и передать таинственно-тревожную, ретро-футуристичную атмосферу Соляриса, нашлось место и для доброго юмора. Если ты хочешь варить эспрессо, то, к сожалению, на автомате только одна кнопка, и никакого бариста для подобного тут не найти. Поэтому кофемашина говорит, что она не будет варить эспрессо, а не американо. Опыт творческого штурма у команды не первый. Позади Хакатоны в Вологде, Волгограде и на Малой Родине. Впереди новые горизонты на маршруте, с которым оба члены экипажа определились еще в школьные годы. У нас же Ульяновский, блядь, с айтишной столицей, но геймдэк-студия, ну сколько там, две, можно бы пальцем пересчитать. Из больших вот только вот одна, наверное. У нас есть крупный геймдэк-студия. Да, у нас есть одна крупная геймдэк-студия. Ну как крупная. У нас есть одна крупная, одна некрупная и еще полторы тысячи айти-компаний, которые этим не занимаются. Солярис создавался с нуля в условиях цейтнота и однажды обязательно получит развитие. Сейчас у Максима и Глеба задача довести до логического завершения другие проекты. Для дальнейших свершений необходимо пополнить команду, и единомышленники начинают подтягиваться. Тем более, что в стенах Альма-Матер талантливым и увлеченным горит зеленый свет. У нас действует команда по спортивному программированию. Ей руководит Данила Александрович Горшков, который тренирует ребят. Они принимают участие в чемпионате мира по программированию, решая различные алгоритмические задачи. Кроме того, у нас действует команда по робототехнике и беспилотному транспорту. И сейчас мы активно готовимся к соревнованиям робокросс. Блистают студенты политеха на интеллектуально-творческих соревнованиях различного уровня, попутно создавая собственные проекты, которые впоследствии вполне могут стать стартапом инновационных технологий. Продолжение следует...